Я сейчас человек, который приехал в Берлин, в город, который я очень люблю, и у меня почти никогда не было случая, чтобы я могла провести в нем больше, чем 2-3-4 дня. А сейчас я уже дольше и, видимо, буду еще дольше. С одной стороны, я должна радоваться этому, потому что мне очень нравится открывать Берлин и нравится чувствовать, что я не турист, и мне не надо бежать сегодня в один музей, в другой, в третий, и смотреть на время. Я никуда не успела, и уже скоро мой поезд, и надо уезжать. А с другой стороны, я некоторым образом принудительна в Берлине. Я не совсем здесь по своему желанию, а я очень не люблю быть зависимой. В России создалась такая ситуация, когда люди, которые работают в общественных организациях, которые имеют смелость говорить открыто о каких-то не очень хороших вещах, об опасных проектах, например, им опасно находиться в России. И в конце концов, это случилось со мной. В 90-е годы в России часто ругают, говорят, что это было время плохое для бизнеса, плохое, такое криминальное время, когда нарушались многие законы, старые законы не работали, новых еще не было. Но для гражданского общества это была точка роста. Это было время, начало 90-х, когда появлялось очень много общественных организаций, чего в России раньше вообще никогда не было. И это было еще такое время, оно было безденежное совсем, у нас еще не было никакого опыта фандрайзинга, так называемого, не было никаких фондов. И это было в чистом виде волонтерства, в чистом виде совершенно добровольная, сознательная работа от души, когда ты где-то зарабатываешь себе на жизнь, а в организации или в этой общественной группе ты просто делаешь то, что ты хочешь. И это была еще одна весна такая, возникает открытость, кроме того, Калининград же был вообще закрытый металлитаристический город, а тут оказалось, что у нас открылись границы, мы можем встречаться, дружить, взаимодействовать с организациями из Польши, Германии и вообще откуда угодно. Да, это было время, когда в России были надежды на то, что мы будем жить в демократическом обществе. Если мы будем говорить про Калининград, это 2008 год, когда губернатор Калининградской области подписал договор с представителем госкорпорации Росатом, госкорпорация, которая строит атомные станции, они подписали договор о строительстве атомной станции в Калининградской области. И мы потратили около пяти лет. Около пяти лет продолжалась компания, которая увенчалась успехом, и в 2013 году стройка, которая уже началась, уже был заложен фундамент, эта стройка была остановлена. Для 2000-х годов, уже даже не для начала, а для первого десятилетия, это очень большая победа. 2013 год, когда государство совершенно отчетливо сказало, что общественные организации ему не нужны. Был принят закон об иностранных агентах, который был, видимо, задуман для того, чтобы шаг за шагом постепенно уничтожать общественные организации, не давать возможности им работать, не давать возможности им открывать рот. В первую очередь, этот закон был направлен на правозащитные организации, мемориал, голос, и первая экологическая организация была включена в этот список, это была экозащита. Закон предусматривает для организаций, которые признаны иностранными агентами, ряд ограничений. Во-первых, в список иностранных агентов вносится организация, которая получает иностранное финансирование. Сам же закон ограничивает деятельность организации разными способами, как финансовыми, административными, так и такими, которые могут влиять на репутацию организации. Например, на любых изданиях организации книги, плакаты, листовки, сайт и даже визитные карточки должны быть написаны «иностранный агент». Для российского уха иностранный агент примерно равен шпиону. Поэтому, когда мы, например, публикуем книги для экологического образования и проводим семинары с учителями, и раздаем там эти книги бесплатно, это выглядит не очень хорошо. Это не должно хорошо работать на репутацию организации. Что касается финансово-административных, то каждая общественная организация, как и любая другая, отчитывается о своих финансовых и административных делах ежегодно в Минюст и в налоговую полицию. Согласно закону об иностранных агентах, организация должна делать это каждый квартал. Каждые три месяца, четыре раза в год приготовить отчет, а в конце года еще сделать аудит. И это очень тоже суживало возможности деятельности организации. И по этим причинам, по причинам дополнительной отчетности, организации тоже просто закрывались. Мы сразу приняли принципиальное решение о том, что мы не подчиняемся этому закону. Мы российская организация, которая всегда работала на территории России ради охраны окружающей среды России, ради реализации прав граждан России на благоприятную окружающую среду. Почему мы должны именовать себя иностранными агентами? И таким образом мы не выполняли никаких этих правил, никаких надписей на книгах, на изданиях, никаких отчетов каждые три месяца. Мы выполняли те правила, которые должны выполнять обычные организации, отчеты прозрачные, бухгалтерские, любые другие, один раз в год. И поэтому каждые три месяца мы получали штраф. Всего мы накопили миллион с лишним, примерно миллион двести. И за пять лет мы накопили эти штрафы. Конечно, мы понимали, что рано или поздно как-то это должно на нас отразиться. Как раз в конце прошлого года, видимо, произошли какие-то решения на правительственном уровне. И наш банковский счет был арестован, а штрафы, которые были направлены на организацию, теперь из них получилось несколько уголовных дел, которые направлены лично на меня, как на директора организации. Таким образом, я оказалась под угрозой уголовного преступления, максимальное наказание, по которому два года лишения свободы. Это же совсем просто. Это же желание сохранить власть, сохранить себя, сохранить свою систему, сохранить возможность набивать карманы. И еще, может быть, для детей и внуков тоже это оставить. Можно называть это Путином, можно называть это системой. Потому что я думаю, что если вдруг сейчас неожиданно Путин куда-то денется, то система найдет ему, возможно, замену. И, конечно же, системе совсем не нужны активные люди, которым не нравится эта система. Это говорит о том, что люди устали. Что люди больше не хотят терпеть, когда власть относится к ним так цинично. Когда власть считает людей за грязь. Независимость, свободу, это вещи, которые ни с чем больше не соизмеримы. Это самая высокая ценность для человека. И, может быть, это звучит немного пафосно. Потому что у меня есть некий бэкграунд, некая история моей семьи. В 1936 году мой дед был арестован. Он был офицером, инженером, изобретателем. И его жена, моя бабушка, ей тогда было 35 лет. И у нее было двое детей, 9 и 11 лет. И она потеряла в одну минуту мужа, дом, жизнь, друзей, все. И она взяла двух своих детей и уехала. И она спаслась таким образом. Тогда в ней навсегда поселился ужас. Она никак не могла себе объяснить, почему у нее отобрали часть ее жизни. Более того, она ничего не знала о его судьбе. И только через 20 лет она получила письмо. И в этом письме было написано, что никакого преступления за дедом нет. Он посмертно реабилитирован. И в графе «Причина смерти» стоял расстрел. И я думаю, что именно поэтому свобода и независимость для меня важны. И именно поэтому я не могу смириться ни с какой... С такого рода системой, которая уничтожает свой народ. Я бы советовала таким людям первое. Поменьше смотреть русскую пропаганду. Мне кажется, что это может влиять. Вот поменьше смотреть русские программы по телевизору. Вообще выбросить телевизор в окно. Во-вторых, я бы посоветовала пользоваться мозгами и сложить один плюс один. Последние два года у нас был совершенно прекрасный проект. И очень интересный, и очень современный. Это был проект мониторинг локальных явлений глобального изменения климата. Дело в том, что Калининградская область... Ну так уж, видимо, она расположена географически. Но мы можем наблюдать практически все изменения климата, которые есть во всем мире. Как в маленьком зеркале происходит в Калининградской области. И это был очень важный проект еще и потому, что в России вообще тема климата не является темой номер один. Объясняется это очень просто, потому что эта тема не является темой номер один для правительства, для политики. И тема климата нигде в России не обсуждается так обширно, как за рубежом. И понятие Fridays for Future это тоже не тема для России. Ну, в конце концов, я не министр, министерство не рухнет. В общественной организации мы всегда делим между собой ответственность. Другое дело, что меня, конечно, беспокоит безопасность моих друзей. Потому что, несмотря на то, что юристы говорят, что нет официальных, легальных причин, ну, как-то воздействовать сейчас на моих товарищей. Но мы же знаем, что когда государство хочет, оно найдет нелегальные способы. Я чувствую себя как существо, которое вырвано из среды, в которой я планировала жить, работать. И сейчас я чувствую себя как человек без будущего. Теперь, когда уже я здесь, я же понимаю очень хорошо, что вся моя работа, вся моя жизнь, все люди, с которыми я связана, они остались в России. И мне кажется, что я еще достаточно полна сил для того, чтобы продолжать работать. И всегда это было ради того, чтобы в России развивалось демократическое общество. Я довольно плохо себе представляю, как я могу делать это отсюда. Если только, ну, такая маленькая надежда на то, что делая публичной нашу историю, рассказывая об этом, показывая людям, как, в каких условиях находятся общественные организации в России, может быть, это как-то может помочь изменениям в России. Конечно, беспокоит, конечно, беспокоит. Я, может быть, я не выгляжу, может быть, человеком, который все время плачет, беспокоится, требует психиатра. Я думаю, что у меня просто какой-то очень большой запас жизнелюбия. Свобода. Свобода для себя. Свобода для своих товарищей. И, конечно, бы очень хотелось, чтобы свобода была распространена вот на ту территорию, на эту одну шестую мира, которая называется Россия. Уча Uni. Войсеру. Спасибо.